Всем привет, друзья! Меня зовут Фил от Канал Честный Блог. Это новые наушники от Samsung Galaxy Buds Pro с активным шумоподавлением. Мало того, они обрезают шум не только когда вы слушаете музыку, но и когда вы разговариваете с другим человеком, чтобы ему лучше было вас слышно. Шум обрезается. Это первое. Второе. Эти наушники звучат хорошо, громко, может быть, единственное, немножко рисковато. Но есть эквалайзер, можно все настроить. Есть беспроводная зарядка. За пять минут эти наушники заряжаются, чтобы час можно было слушать музыку. Кстати, воспроизводят музыку с активным шумоподавлением, они примерно часа четыре. Это не аховый какой-то результат, но хороший. В ухо они садятся хорошо, потому что это затычки. И самое главное, что они не цепляются ни за что, когда вы снимаете шарф, свитер или еще что-то. У них есть влагозащита по стандарту IPX7. И я вам расскажу, как много можно в них плавать. Расскажу, кстати, насколько они ремонтопригодны и вообще, насколько ими удобно пользоваться. Короче, разложу все по полочкам. Как всегда, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! В первую очередь, друзья, хочу сказать привет всем, кто получил эти наушники совершенно бесплатно. Вместе с вашими новыми Galaxy S21, когда вы их покупали по предзаказу. Понятное дело, сейчас уже предзаказа нет, так что 18 тысяч рублей выложите, пожалуйста. Кстати, я вам чуть попозже расскажу, каким образом можно купить их подешевле. Ну и сразу я вам говорил про влагозащиту. Здесь IPX7. Важно, в них плавать не нужно. В них можно упасть в воду. Может быть, вас толкнет кто-то в бассейн. Это не страшно. Даже если в душе будете чуть-чуть, это не страшно. Но плавать в них точно не рекомендовано. Сам кейс очень кайфовый. Весит всего лишь 44,6 грамма. Кто-то говорил, что он не открывается одной рукой. Без проблем он открывается одной рукой. Сзади зарядка USB Type-C. Снизу у нас беспроводная зарядка. Заряжаются, кстати, они примерно за 2,5 часа. Ну и, как я сказал уже, если на 5 минут закинут наушники в зарядное устройство, то они заряжаются на час воспроизведения музыки. Спереди у нас есть светодиод. Все очень удобно. Наушники не вываливаются из... Ну, если только сильно потрясти. А вообще не вываливаются. При том, что когда ты их закидываешь туда, ты просто их кладешь, они такие бульк. Внутри, кстати, есть еще один светодиод, который говорит, что с наушниками происходит. Вообще, коробочка создает очень приятные ощущения. Есть три цвета. Это черный, серебристый и голубенький. Или синий. Сама поверхность кейса, она такая матовая. Но помните, что это же пластик. Поэтому со временем он, конечно же, поцарабается. Ну, если хотите сохранить его. Хотя, вы знаете, вот я сейчас смотрю на кейс от наушников Galaxy Buds Live, которым уже полгода. Вообще неплохо, вы знаете, неплохо продержались. Обычно, честно говоря, кейсы просто убиваются. Вусмерть там примерно за недельку, за другую. Здесь все хорошо. В комплекте у нас есть еще три дополнительных амбушюра, чтобы вам было удобнее использовать ваши наушники. Кстати, давайте сейчас про сами наушники поговорим. Они внутриканальные. То есть их надо засовывать внутрь. Мне такая конструкция нравится. Больше нравится, чем AirPods и подобные. А вот моя супруга, например, вообще просто ненавидит их. Я ей сколько раз не говорил, Сашенька, ну возьми, пожалуйста, такие наушники. Они удобные. Они не вываливаются. Ты можешь без проблем своими волосами трясти. Все хорошо. Свитера снимать. Ни за что они не цепляются. Все кайфово. Гео, Филипп, мне не нравится, когда у меня все заглушается. И меня как будто бы тошнит. Она мне говорит. Когда вот она не слышит ничего вокруг, это когда ее тошнит. Но компании Samsung что придумали? Правильно. Активное шумподавление. И придумали функцию прозрачного шума. Это когда у тебя наушники воткнуты, а ты в итоге слышишь, что вокруг происходит. Но на самом деле моей Александре все равно такой вариант не очень нравится. Именно поэтому последние наушники, которые она использовала, были Vivo TWS Neo кайфовые, так она их в итоге через день потеряла один наушник. Просто потому, что он как-то у нее вывалился там в руках, что-то как и все. Блин, как же я ругался. Ну точнее так, я сказал, Саш, что же ты? А сам про себя. Но как настоящий джентльмен я сказал, ну ничего, Сашенька, ничего. Так вот мне нравится, что эти наушники засовываются внутрь. Мало того, друзья, есть технология засовывания, не просто надо засунуть, а еще немножко довернуть. Я вот сейчас, кстати, их засунул. Вот они сейчас определились и включилась функция окружающего шума. То есть я сейчас слышу, что происходит вокруг, прямо в активном режиме. Но об этом поговорим чуть попозже. И что еще более кайфовее, это то, что здесь есть возможность увеличивать громкость и уменьшать, просто касаясь наушников. Это очень удобно. Ну и, соответственно, стандартные там старт, пауза, ответить на звонок, сбросить и так далее. Информация обо всех этих жестах есть, кстати, при помощи приложения. И я еще слышал такое мнение, что людям не очень нравится, что Samsung заставляет их скачивать дополнительное приложение. Это раз. А если у вас смартфон не самсунговский, так еще специальный плагин надо будет скачать, который называется Galaxy Wearable Plugin. Wearable. Коннектятся эти наушники крайне просто. Если у вас смартфон от компании Samsung, вы просто открываете наушники, они друг друга понимают с полуслова, через несколько секунд вылезает уже такая плашка, которую очень приятно дернули у компании Apple. И написано, подключить ли нам наушники. Конечно, подключить. Тут же, кстати, нам и предложат установить фирменное приложение Galaxy Wearable. Если оно у вас еще не установлено. Ну и, соответственно, плагин в нагрузку. Работают эти наушники от одного заряда примерно часа 4, если у вас включено активное шумоподавление, если выключено где-то часов 6. Это, на самом деле, практически в 2 раза меньше, но может быть чуть-чуть поменьше, чем наушники, которые были представлены год назад Galaxy Buds Plus. Те держали порядка 10 часов, но там не было активное шумоподавление. Кстати, что касается цен, давайте посмотрим, что предлагают конкуренты. Итак, это E-каталог Galaxy Buds Pro, цены от 17.30 до 18.000 рублей. Также даваем сравнение с Sony 1000 XM3. Ну и AirPods Pro тоже добавляем. В итоге, что мы имеем? Вот сортируем по цене. AirPods самые дорогие. Батцы посерединке. И соньки самые недорогие. Соньки мне, кстати, не очень нравятся. Ну вот визуально они такие, как бы, достаточно большие. AirPods, ну здесь понятно все. Кстати, у соньки нет никакой влагозащиты. Ну, здесь внизу можно посмотреть все характеристики необходимые. Какие там кодеки, все остальное. Также посмотреть динамику цен. Вот, например, соньки были всегда 17.000. Сейчас примерно столько же и стоит. А Apple начинались от 25. А сейчас в итоге там 20.000. Кстати, если зайти в сами Samsung'и, то можно посмотреть здесь, естественно, предложение. А вот тут пониже можно найти еще предыдущие Samsung'и, на которые я тоже рекомендую вам обратить внимание. И вот Galaxy Buds Plus, и Life'ы, и простые Buds. Они начинаются от 7000, поэтому вполне себе приемлемая цена. В общем, я на e-каталог. Оставляю ссылочку внизу. Посмотрите, прикиньте, что интересного можно найти. Важный момент, касающийся звучания. Во-первых, AKG, это компания, которая купила Samsung, соответственно, ей пользуется. Там у нас внутри целых два динамика. Один вуфер на 11 мм. Это для низких частот. И еще Twitter на 6 мм для высоких частот. Честно, могу сказать, что это хорошо, что там есть два динамика, но то, что звучит, ну, ярче, гораздо лучше, чем другие, нет. И так не могу сказать. Все, что могу сказать, это они звучат кайфово. Есть три варианта кодеков. Это Samsung'овский кодек, он работает, соответственно, со смартфонами Samsung'а. Есть SBC, это стандартный кодек. И есть AAC, это то, что используется в основном в компании Apple. Никаких высококачественных кодеков нету, но зато звучат они очень хорошо. Я, вы знаете, так сказал. Во-первых, они достаточно громкие. Это для меня очень важный параметр. Я люблю эту информацию. Они громкие. И знаете, у них немножко такое агрессивное звучание. То есть у них достаточно мощные низы. У них такая немножко придавленная середина. И при этом такие, опять же, мощные верха. Поэтому на самом деле, во-первых, громко их слушать достаточно тяжело. Но и не приходится выкручивать громкость на максимум. То есть процентов 70 и окей. Мне нравится, когда в наушниках остается еще запас. Ну и я говорил, что можно будет дешевле эти наушники купить. Каким образом? Да очень просто. Заглядываем, например, на Авито. Потому что именно здесь эти наушники можно купить за 16, 15, 12, 13 тысяч рублей, 14 не распакованные и так далее. Все очень просто. Потому что эти наушники шли в подарок к новым Самсунгам. Людям они, может быть, не очень нужны. Или хотят денежек вытащить. Поэтому раз 15 тысяч рублей можно уже что-нибудь купить. Через какое-то время будут еще дешевле. Так что смело можно будет приобретать. Кстати, я не сказал, ведь эти наушники работают с айфонами, с Самсунгами, с другими андроидами вообще без проблем. И везде можно установить это приложение. И оно, кстати, это приложение очень полезное. Смотрите. Во-первых, у нас здесь есть управление всеми функциями. Например, эквалайзер. Зашли, поменяли. Больше низких, мягкие, высокие и так далее. Здесь же можно настроить, что будет происходить, когда вы будете касаться наушников и когда вы будете зажимать. У меня сейчас установлено уменьшение громкости и увеличение громкости. Есть, кстати, синхронизация со Spotify. Интересно, почему именно Spotify. А также есть активация Bixby. Именно здесь, кстати, можно включить игровой режим. Тогда уменьшается задержка. То есть увеличивается энергопотребление, но уменьшается задержка. Так что, если вы любите играть в игры, обязательно включайте, чтобы вы слышали, как вас убивают. Естественно, обновление по наушникам тоже. Это все можно делать здесь. Зайдите в режим дополнительно. Здесь можно включить управление Bixby голосом. Единственное, что в России... Вот смотрите, мы включаем. И нам говорят, что, к сожалению, в России эта штука недоступна. Вот такие вот дела, друзья, да. Здесь также можно использовать быстрое подключение наушников. Это когда вы залогинены в аккаунт Samsung на других устройствах и можете переключаться очень быстро. Можете включить улучшение слышимости. И одна из фишек, о которой говорили, это Audio 360. Если вы ее включаете, то происходит следующее. У вас как будто бы впереди экран, но вот как будто вы кино смотрите. И когда вы двигаете головой, у вас происходит движение звука. Это работает с определенными видеосервисами, но с YouTube, например, не работает. Нужно, чтобы звук был 5.1 или 7.1. Это, кстати, штука от компании Dolby. Здесь также можно включить блокировку касаний, если вы вдруг периодически цепляете и у вас что-то переключается. Ну а еще одна штука, которая здесь очень важна, это вот это обнаружение голоса. Ну и вообще управление внешним шумом. Смотрите, как это работает. Вы берете свои наушники, вставляете внутрь. У вас включается звуковой фон. Звуковой фон это когда вы слышите, что происходит вокруг. То есть, с одной стороны, у вас есть наушники, которые запирают все. С другой стороны, вы слышите шум. То есть, это сделано для того, чтобы вы слышали, что происходит вокруг. И вот тут, друзья, у нас есть классная штука по названию управление внешним шумом. Это очень интересная технология. Смотрите, у нас есть активное шумоподавление, есть режим выкол и есть режим звуковой фон. Звуковой фон это когда мы слышим окружение. Так вот, тут есть такая функция обнаружения голоса. То есть, если, например, мы находимся в режиме выкол, но при этом включаем функцию обнаружения голоса, то как только я начну разговаривать, у меня автоматически включится звуковой фон. Ну, грубо говоря, мы подошли к кому-то, что-то спрашиваем, и нам нужно, чтобы мы слышали собеседника. Вот, включается этот самый звуковой фон. Когда мы замолкаем, то у нас звуковой фон этот выключается. Здесь в режиме обнаружения голоса можно зайти и посмотреть циферки 5, 10, 15 секунд, как долго будет эта штука работать. То есть, я не могу сказать, что это работает лучше, чем когда вы раз и вытаскиваете свой наушник и с кем-то разговариваете. Но в целом технология прикольная. Еще не забывайте, что здесь можно обновлять ПО наушников, а также здесь можно делать поиск наушников. А еще, знаете, что мне очень понравилось? Если это прям случайно обнаружил, опустить шторку вниз и зайти в настройки Bluetooth, и вот здесь нажать шестеренку, то у нас как раз-таки здесь тоже появляются эти же самые настройки. Активное шумоподавление, выключение внешнего шума и звуковое окружение. Тут же можно сделать блокировку касаний и запустить само приложение Galaxy Wearable. Короче, приложение здесь в Samsung очень полезное, очень информативное и кайфовое. Друзья, если вы слушаете музыку и вытаскиваете наушники, то музыка останавливается. Но если обратно засунут наушники, то музыка не продолжает воспроизводиться. И надо еще сделать тап по наушнику, тогда как бы типа нажать play. А еще, кстати, момент по ремонтопригодности. Ну, если вы вдруг решите сами ремонтировать, то смотрите. Есть такой канал, называется iFixit. Они разобрали эти наушники и вот что они сказали. Они сказали, что эти наушники очень хреновые для ремонтопригодности. Они поставили 3 балла из 10. С одной стороны, их открыть достаточно легко при помощи медиатора они там открывают. Но с другой стороны, дальше там все на клею и так далее, что самим, например, поменять аккумулятор крайне сложно. Например, в предыдущих наушниках, вот в этих Samsung Buds Live, ремонтопригодность 8. То есть тут просто даешь ребенку, он разбирает, меняет тебе аккумулятор, приносит обратно наушники, говорит, папа, все, у тебя работает. Что касается работы самого шумоподавления, я могу точно сказать, что когда ты идешь на улице или перемещаешься в автомобиле, прямо очень хорошо обрезается шум. И еще действительно человек, который находится на другом конце трубки, тоже тебя слышит хорошо, даже если ты находишься в шумном месте. Понятное дело, что не идеально. Понятное дело, что когда работает шумоподавление, то и часть голоса тоже обрезается. Но в целом все работает комфортом, мне понравилось. Если сейчас это работает так, то скорее всего в следующие разы это будет работать еще лучше. Так что здесь зачет и развитие этим шумоподавляющим направлением. Кстати, вещь, про которую почему-то никто не говорит в обзорах наушников, не знаю, потому что может быть, ну типа не кайфово, это сера, да, ушная сера, насколько она скапливается вот здесь. И смотрите, какая важная штука. Так как у нас амбушюры достаточно большие, то и серу из них извлекать тоже достаточно удобно. Вы мне, конечно, можете сейчас сказать, Филипп, мой уши или там, не знаю, давай я тебе принесу ватные палочки или еще что-то. Но вы такие классные, супер. У меня все-таки есть в ушах сера. Я, конечно же, когда надеваю наушники, делаю вот такую штуку и вам, безусловно, рекомендую. Но в любом случае все равно что-то скапливается и со временем здесь образуется вот этот налет из серы. Его удобно снимать, потому что амбушюры достаточно широкие. А еще здесь есть датчик костной проводимости. Он как раз таки фиксирует, когда вы начинаете что-то говорить и выключает активное шумоподавление и включает окружающий звук. В общем, что могу сказать, друзья, по итогу. Мне эти наушники понравились. Я еще раз поздравляю всех тех, кому они достались совершенно бесплатно. Это кайфово. Я с удовольствием с ними хожу. Мне нравится этот форм-фактор, когда ничего не вываливается из ушей, когда ты можешь активно заниматься спортом, делать все, что угодно. Это кайфово. Мне, может быть, не очень понравилось, что они работают 4 часа, хотя могли бы работать и подольше, особенно сравнивая с предыдущими Galaxy Buds+. И еще мне, может быть, они показались немножко мелковатые. И вот эта верхняя часть глянцевая, она как будто бы скользковатая. И порой тебе, ну, как бы не суперудобно доставать их из кейса. Тем более, что если на морозе у вас руки замерзли, могут и упасть. В остальном, кайфовые наушники могу без проблем рекомендовать. Может быть, не за 18, но за 15, за 14 советую уж точно. Вот такое мое видео, друзья. Очень надеюсь, что оно было для вас полезным. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я, кстати, если надо, могу сравнить вот эти двое наушников Galaxy Buds Live, которые совсем по-другому выглядят, и Galaxy Buds Pro с активным шумоподавлением. Если нужно такое видео записать, напишите об этом в комментариях. Вам всем говорю огромное спасибо. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Ни в коем случае не болейте. Всем вам счастливо и пока.